В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Азербайджан продолжает бороться с коронавирусом. Сегодня в оперативном штабе при кабинете министров страны сообщили о новых 50 выявленных случаях инфицирования коронавирусной инфекции. Один пациент 1955 года рождения скончался. При этом вылечились 39 человек. Таким образом, на сегодняшний день на территории страны выявлено 1148 случаев инфицирования коронавирусом. Из них излечились 289 человек, скончались 12. На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 847 человек. В России за последние сутки в 62 регионах выявлены 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 18 328 человек. За последние сутки умерли 18 больных. Всего за весь период 148 человек скончались. Сегодня стало известно, что специалисты российского медико-генетического центра Генотек разработали новый тип экспресс-тестов на выявление коронавируса. Центр уже подал заявку на регистрацию теста в Росздравнадзор. Кроме того, с сегодняшнего дня на сайте московской мэрии можно оформить цифровой пропуск на выход из дома, который с 15 апреля станет обязательным для всех поездок на личном и общественном транспорте по Москве и Московской области. Сегодня же президент России Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в стране меняется ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону, хотя и удается работать на опережение. Также глава государства отметил, что ближайшие недели станут во многом определяющими для понимания того, как ситуация с коронавирусом будет развиваться. Между тем, в Армении правительство приняло решение о омрадлении в стране режима чрезвычайного положения. Согласно решению Кабмина страны, режим ЧП будет продлен с 14 апреля до 14 мая. Школы и вузы на время ЧП закрыты и действуют в удаленном режиме. Не работает общественный транспорт. По состоянию на 13 апреля в республике зарегистрировано 1039 случаев заражения коронавирусом, число смертей 14. Также накануне стало известно о шестом заболевшем коронавирусом на территории оккупированного Нагорного Карабаха. В связи с этим власти северо-паратийского образования ввели до 12 мая режим чрезвычайной ситуации. В Грузии количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 266 человек. К сегодняшнему дню выявлено 9 новых фактов заражения. Общее число выздоровевших 67. Три человека скончались. Четвертый танкер с азербайджанской нефтьюм Назари Лайт для Белоруссии прибыл в порт Одессы. Объем партии составляет 85 тысяч тонн. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим. На данный момент идет разгрузка. Нефть с танкера в течение нескольких дней будет доставлена по трубопроводу из Одессы на белорусский Мозорский нефтеперерабатывающий завод на переработку. Напомним, что в марте азербайджанская нефтяная компания Сакар поставила в Белоруссию три партии нефти. Всего порядка 250 тысяч тонн. Нефть поставляется на Мозорский НПЗМ транзитом через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды. По данным Белнефтехим Сакар в этом году может поставить в Белоруссию до 1 миллиона тонн нефти. Напомним, что ранее после того, как Белоруссия и Россия не смогли договориться по цене на российскую нефть, белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился диверсифицировать поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из разных стран, в том числе и из Азербайджана. Однако позже России и Белоруссии все же удалось прийти к ряду договоренностей. Так, сегодня в Белнефтехиме сообщили, что Белоруссия заключила контракты на поставки в апреле российскими компаниями почти на 2 миллиона тонн нефти. В Армении вновь зазвучали антироссийские заявления. Так, председатель христианской демократической партии Армении Ливон Ширинян накануне заявил, что для России на первом плане были всегда тюрки. При этом политик обвинил Москву в развязывании апрельской войны в 2016 году. Цитата. На первом плане для нее всегда были тюрки, татары. Итоги апрельской войны указывают на то, что Россия не изменила своему принципу и спровоцировала и организовала ее против армян. При этом она говорит о христианской общности и вековой дружбе. Только в крайних случаях, скажем, во время Второй мировой Россия поворачивалась лицом к армянам, чтобы мы помогали восстановить страну. Или науськивает на других, чтобы разделять и властвовать. Армянский политик заявил, что Россия на фоне падения цен на нефть и коронавируса якобы оказалась в беде. И цитата. Опять хочет сблизиться с Арменией с далеко идущими целями. А российская военная база в армянском городе Гюмри, согласно его словам, нужна России как воздух, как и нужны симпатии Армении и армян по всему миру. При этом, по мнению одиозного политикам, на Армении российская база не нужна. А со своей эпидемией и коронавирусом российская страна пусть разбирается сама, призвав при этом брать от нее побольше. Цитата. Хотят помочь, пускай дают оружие. Мы защитим и себя, и их. Россия на пороге катастрофы. Коронавирус давит с одной стороны, дешевая нефть с другой. Надо брать как можно больше. Азербайджанские волонтеры стали послами победы. Жительницы Азербайджана Радмила Арафеева и Жаля Исмаилова пошли в число победителей международного конкурса послы победы, в котором приняли участие более 5000 волонтеров из 42 стран мира. Волонтерами признаны 200 человек-активисты в возрасте от 18 до 35 лет, проявившие себя в различных акциях и мероприятиях, посвященных сохранению памяти о победе над фашизмом во Второй мировой войне. Напомним, что ранее Владимир Путин лично пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева посетить парад победы в честь ее 75-летия. Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил воинские контингенты стран Содружества принять участие в параде победы на Красной площади в 2020 году. Шойгу выразил надежду, что и азербайджанские военнослужащие примут самое активное участие в этом мероприятии, как это было и ранее. Напомним, азербайджанские военные уже принимали участие в параде победы на главной площади России в 2015 году. Отметим, что из-за пандемии коронавируса сроки проведения торжеств могут быть перенесены на осень.